Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В очередной раз Карачаево-Черкесия присоединилась к гуманитарной миссии. 10 тонн воды отправили для военных, выполняющих задачи в зоне СФО. Продолжается благоустройство дворов в республиканской столице. Сотрудники мэрии и депутаты обсудили с горожанами будущий дизайн проекты. Поймать нарушителя правил дорожного движения стало проще и быстрее. Сотрудники госавтоинспекции начали штрафовать с помощью квадрокоптера. Земельный транспортный налог также на имущество физических лиц НДФЛ. Теперь эти уведомления можно получить на портале госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи отправила республика в зону специальной военной операции. 10 тонн питьевой воды получат бойцы 34-го мотострелковой бригады, которой проходят службу наши земляки. В летнюю жару чистая питьевая вода нашим бойцам очень необходима. Перед отправкой гумпомощи всегда происходит консультация с бойцами в зоне СФО и составляется список того, что по их словам в настоящее время наиболее необходимо. Груз сформирован при участии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева и сенатора от Карачаевой Черкесии Крыма Казанокова, а также депутата Народного собрания Илья Сатикеева. Бутылированную воду отправят в Южный военный округ с первых дней операции в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Из Карачаевой Черкесии было отправлено более 660 тонн гуманитарной помощи. Мы получили очередной запрос на нехватку питьевой воды и при участии сенатора в Российской Федерации Виктора Бондарева, Крыма Казанокова и депутата парламента Илья Сатикиева организовали гуманитарную помощь. Отправляем сегодня 10 тонн питьевой воды. Буквально две недели назад мы отправляли также 10 тонн в Южный военный округ, также военнослужащим. Сейчас в теплое время года питьевая вода, наверное, самая актуальная, востребованная из гуманитарного груза. И мы постоянно на связи с военными, получаем запрос и стараемся максимально закрыть потребности. 50 многоквартирных домов Черкеска в ближайшие пару лет получат в свое распоряжение благоустроенные территории. В настоящее время представители мэрии и депутаты встречаются с горожанами и представляют им предварительный дизайн проекта. На одном из мероприятий побывал Артур Мкце. Чтобы ваш двор не выглядел подобным образом даже спустя несколько дней после непогоды, необходимо либо иметь большую сумму собственных денежных средств на благоустройство, либо стать участником национального проекта «Жилье и городская среда». В противном случае остается только надеяться на оперативную реакцию надзорных служб. Только в это сейчас и верят собственники квартир Пакирова-13 в республиканской столице. Мало того, что зеленые насаждения того и гляди залезут в окна многоэтажки, а спортивная площадка смахивает на полигон, так еще и асфальтовое покрытие, похоже, подверглось нашествию кротов. Не иначе. Как итог, озеро рядом с домом. Тем временем в Черкесске продолжается реализация федеральной программы, которая уже помогла преобразить около сотни дворовых территорий. С 2017 года действует программа благоустройства дворовых территорий в городе Черкесске. Это уже второй этап этой программы. В прошлом году, в июле месяце, были поданы заявки жителями многоквартирных домов в городе Черкесске и были приняты решения. В 2024 году будет 20 домов, дальше еще 20 дворовых территорий. Поэтому сегодня мы продолжаем работу, которую с депутатами городской думы, совместно с партией «Единая Россия», инициатором этого процесса. Мы проводим ознакомление жильцов многоквартирных домов с схемами благоустройства их дворовой территории. 50 территорий были выбраны из 163 поданных заявок. Так, эксперты решили, что этому двору между трех домов по улицам Красноармейской и Кавказской капитальный ремонт крайне необходим. Если детские комплексы по своему состоянию еще могли бы конкурировать с уже благоустроенными территориями, то асфальтовое покрытие с вечным, по словам жильцов, болотом давно нуждается во вмешательстве коммунальных служб или строителей. Представители мэрии составили дизайн-проект, который вместил минимальный перечень того, что непременно должно быть. Дизайн-проект – это эскиз двора, это наше видение, на видение проектировщика Советовского, точнее, жильцы будут носить свои какие-то корректировки, которые будут учитываться. Благоустройство проходит по минимальному перечню, в минимальный перечень будет входить – это асфальтирование проезжих частей, новая детская площадка, малые графические формы, это скамейки, установка скамеек, урн, освещение. У жителей теперь есть возможность, так сказать, расставить приоритеты. Кому-то хочется больше зеленой зоны, другие мечтают о территории для отдыха деток разного возраста, третий надеются обустроить закрытую парковку. Тут уже был случай, когда машина-машину, дерево падало, вот там в углу. Вы обратите внимание на парковочные места, вас они устраивают? Да. – Площадка для сушки белья? – Ну, площадку для сушки белья можно поменьше сделать. В любом случае, горожане должны прийти к единому решению коллегиально, то есть большинством голосов. Если же они не найдут взаимопонимания, проект будет реализован по первоначальному варианту, предложенному представителями мэрии региональной столицы. Артур Мыхц, Олег Малхожев, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 16-21. В горах местами плюс 10-15. В нем плюс 30-35 градусов. В горах местами до плюс 27. В южной части местами чрезвычайная пожароопасность. Местами на территории республики высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Днем плюс 32-34 градуса. Высокая пожароопасность. Сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии начали штрафовать с помощью квадрокоптера. Сейчас на территории республики проводят профилактическое мероприятие с их использованием. Цель одна – поддержание дорожно-транспортной дисциплины и ее стабилизации на территории региона. Альвина Ламкова об эффективности летательных аппаратов. В России количество дорожных камер стремительно растет из года в год. Более того, комплексы фото- и видеорегистрации регулярно модернизируются для учета еще большего количества правонарушений. Сами камеры различаются по функциональности и даже по внешнему виду. Однако самыми экзотическими мобильными комплексами являются квадрокоптеры ГИБДД. Они дежурят на региональных и федеральных автомагистралях, снимают нарушения на фото и видео. Фиксируют несоблюдение правил с высоты птичьего полета и передают все данные ближайшему экипажу ДПС. Те, в свою очередь, принимают меры. Например, останавливают нарушителя и выписывают ему штраф. Квадрокоптер оказывает нам очень посильную, неоценимую помощь в пресечении и выявлении административных правонарушений в сфере ПДД. Потому что с его помощью можно отследить те моменты, которые для человеческого обзора недоступны. А квадрокоптер в силу введения высокой точности съемки помогает отследить эти моменты и очень помогает в работе ГИБДД по пресечению административных правонарушений. Как часто вы используете квадрокоптер? Достаточно часто. Сотрудники госавтоинспекции говорят о том, что идет постоянный анализ причин дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии на дорогах происходят из-за выезда на полосу встречного движения. Для минимизации таких нарушений, а также повышения водительской дисциплины, было принято решение о применении квадрокоптеров. В ходе полетов экипажи ДПС отрабатывают порядок фиксации нарушений с помощью летательного аппарата, в частности, выезд на полосу встречного движения. Фиксируют правонарушения, такие как выезд на полосу предназначенного до встречного движения, нарушение правил пресечения проезжей части пешеходами, а также нарушение требований законодательства Российской Федерации водителями уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движения. Когда техника видит нарушения, она сохраняет видеозапись на жестком диске оператора. В ней обозначена марка и модель автомобиля, а также его регистрационный номер. Сотрудники ГИБДД на земле ловят автомобиль и показывают водителю запись нарушения. Это видео также приобщают в качестве доказательства к протоколу. Ему наглядно показывают, что он действительно нарушил. И вот эту всю картинку, когда он внутри города, проезжая, возможно, даже с допустимой скоростью, но не пропускает пешехода, который непосредственно близко от него переход через поезжую часть, он понимает, что еще немного и, возможно, могло случиться дорожное происшествие. Потому что человек, по крайней мере, мы надеемся на то, что человек будет уже в следующий раз серьезнее относиться к этим правилам дорожного движения, к таким основополагающим, казалось бы, простым, и не будет допускать уже впредь таких нарушений ПДД. Действительно, большинство аварий произошло из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Многих трагедий можно было бы избежать, уверен Заур Капушев, соблюдая автовладельцы, как минимум, правила обгона и скоростной режим. Нарушители такого рода и надеются выявлять с помощью квадрокоптера. В дальнейшем уже будем чаще работать именно с применением квадрокоптера. Будем стараться охватывать не только город Черкесск, но и районы республики. В общем, будем акцентировать внимание именно, повторюсь, на выявлении грубых нарушений правил дорожного движения, которые способствуют зачастую возникновению дорожного происшествия, в том числе и с пострадавшими лицами. То есть тот же выезд на полосу предназначенного для встречного движения, нарушением правил проезда перекрёстков. Во время профилактического мероприятия с помощью квадрокоптера ни один нарушитель не остался незамеченным. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаево-Чекесия. Теперь на госуслугах можно получать электронные налоговые уведомления. Воспользоваться возможностью можно в любой момент. В документах указываются налоги за прошедший год, на имущество физических лиц, земельный транспорт, земельный налог, транспортный НДФЛ. Все начисления и платежные реквизиты поступят в личный кабинет на госуслугах не позднее, чем за 30 дней до оплаты. Согласия на подключение подписывают усиленной электронной подписью. Для этого потребуется приложение «Госключ», рассказал исполняющий обязанности руководителя Федеральной налоговой службы Расул Тикеев. Если у налогоплательщика нет данного сервиса, нужно его скачать. Если налогоплательщик может зарегистрироваться на нем, это даст возможность подписать электронное заявление. После подписания заявления и отправки документов, они попадут в налоговый орган. И в течение минуты Федеральная налоговая служба ответит о приеме получения данного заявления. Если налогоплательщик решит отказаться от получения данных электронных документов, ему удобнее получать их по почте. Он также может на госуслугах написать заявление об отказе. Не нужно идти на почту, получать документы. Здесь на месте будет получать у себя на гаджете все документы от налоговых органов. И последнее. 18 августа с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» пройдет прием граждан старшим инспектором Центра занятости населения по Черкесску. Приглашаем всех, кто находится в поисках работы. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу «Город Черкес» по распеклению на 154 или по номеру телефона 20 12 12. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Спаская». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые земляки, став депутатом Государственной Думы, обязуюсь работать на благо процветания нашей республики, ее многонационального народа. Мы должны и обязаны жить лучше, поднимая свою культуру, уважая религию соседа, чтя традиции и обычаи наших предков. Мы должны трудиться на благо нашей Родины и получать достойную заработную плату, смело смотря в завтрашний день. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»